привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня с вами поговорю об одной очень интересной физической задачи про которую мне рассказал андрей он начал смотреть ролик дерека малера с канала веритасию выслушал формулировку задачи и решил что дальше на этот ролик смотреть не будет а решит ее сам ну а я тем более этот ролик не смотрел знаю о нем только из рассказа андрея а задача сама звучит так ну представьте себе что у вас имеется вертолет с которого свисает длинная веревка и этот вертолет движется с постоянной скоростью ну достаточно большой так что веревка отклоняется от вертикали ну и спрашивается какую же форму примет веревка останется ли она прямой или же она будет изгибаться в одну или в другую сторону ну вот на этот вопрос мы сегодня и будем отвечать но веревка может как угодно изгибаться в любых местах и поэтому это слишком сложный объект и мы начнем совсем простого объекта возьмем такой прямой жесткий стержень и подвесим его на шарнире так что он может там свободно вращаться понятно какие силы действуют на такой стержень во первых это вертикально вниз действует сила тяжести а во-вторых стержень отклоняется от вертикали силы аэродинамического сопротивления и стержень будет пребывать в равновесии если равнодействующие этих сил будет направлено ровно вдоль стержня так что не будет никаких вращающих моментов отклоняющий стержень в ту или в другую сторону а теперь мы сделаем следующий шаг и подвесим еще один стержень тоже на таком шарнире чтобы он мог свободно вращаться этот стержень ровно такой же если мы его подвесим под тем же самым углом то равнодействующая сил который действует на этот кусок будет направлена снова вдоль всей этой конструкции и верхняя часть никак не изменит своего положения будет по-прежнему пребывать в равновесии и это действие мы можем продолжать раз за разом наращивать нашу цепочку такими одинаковыми кусочками и она будет прямой и при этом находиться в равновесии дальше мы можем сделать еще одно действие и длину этих кусочков начать уменьшать стремить их можно сказать бесконечно малым и у нас получится модель веревки которая точно также будет оставаться прямой и никак не будет изгибаться ни в ту ни в другую сторону вот какое предсказание дает наша несложная теория и вот у нас есть теоретическое предсказание что получится с веревкой что получилось у дерека вы можете посмотреть на канале веритасиум там он летит на настоящем вертолете а мы попробуем это проверить с помощью обычной веревки и вот андрей бежит с веревкой и мы видим что она практически прямая так что скорее всего наша теория верна а вам я хочу задать другой вопрос а что будет с веревкой какую форму она примет если вертолет будет летать или с ускорением ускоряясь или наоборот замедляясь ваше соображение на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ю тубе